С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. 27 апреля в России отмечается День парламентаризма. Именно в этот день в 1906 году начала работать первая в нашей стране Демократическая Государственная Дума. С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году начался новый этап государственной реформы. Новая Конституция закрепила юридическое равноправие всех субъектов Федерации, в том числе и Ненинского округа, бывшего до этого лишь административно-территориальной единицей. С этого момента началась разработка законодательной основы нашего региона. Собрание депутатов Ненинского округа было сформировано к 15 мая 1994 года как первый в истории НАУ законодательный орган государственной власти. Первая организационная сессия нового избранного законодательного органа начала работу 30 мая. За этот относительно небольшой исторический период с 1994 года по нынешнее время была проведена масштабная работа по формированию правовой базы регионального уровня, приняты основополагающие законы. В составе законодательного собрания первого созыва было 15 депутатов. Первый региональный парламент получился представительным. Среди депутатов были геологи, юристы, медики, авиаторы, предприниматели, учителя, представители коренного населения округа. Депутатский срок первого созыва составлял два года. В результате голосования председателем собрания депутатов был избран Вячеслав Учейский. Итак, 15 депутатов собрались и решаем, как быть дальше. Опыта законотворческой работы никого не было, кроме меня и Леонида Ивановича Ставлина. Первый закон, который мы подготовили, приняли, закон Нинецкого округа о бюджете и бюджетном процессе. Потом основа основ работы собрания депутатов – это бюджет. Ну а в последующем вот и начали работать и над уставом округа. Долго мы ее прорабатывали. Я могу с гордостью сказать, что многие законы, в том числе и устав округа, он до сих пор работает. Действительно, законодательная основа, которую заложили первые депутаты, первопроходцы парламентаризма, работает до сих пор. Но, как справедливо отметил Вячеслав Учейский, время не стоит на месте и требует принятия новых законов, их постоянное совершенствование. Окружным парламентом ежегодно принимается свыше 100 законов. К примеру, в минувшем году – 124. В чем я вижу основную функцию депутатов? Это, прежде всего, обеспечивает непосредственную связь с людьми, как мы говорим обычно, обратную связь, которая воплощается в законы. Мы стараемся встречаться с нашими жителями в наших поездках, на встречах, в рамках проведения личных приемов. И это очень важно для нашей практической деятельности. По словам председателя Собрания депутатов Анатолия Мяндина, законотворческая работа не может иметь никаких иных задач, кроме как создания необходимой правовой основы для полноценной жизни населения. Заниматься этим, не зная отчаяния и настроения избирателей, просто невозможно. Поэтому большая часть окружных законов напрямую направлена на самые надежные и умные инвестиции – инвестиции в человека. Традиционно наиболее объемный блок законопроектов, принимаемых на сессиях Окружного собрания депутатов, посвящен социальной тематике. Напомню, нынешний шестой созыв собрания депутатов был избран в 2014 году и состоит из 19 депутатов.